До стадиона «Спартак», где их команда будет играть против Аргентины и персонально против вот этого человека, которого зовут... На Евро или нет, я думаю, что исландцы готовы доказать, что это не случайность, и они готовы доминировать. И, конечно, сейчас команды появятся на поле, сейчас будут гимны, и сейчас вы увидите, что творится на трибунах. Здесь просто фантастика. Сюда, для того, чтобы свои команды поддержать, давайте слышать гимны вместе с ними. Возвращенные синие острова посреди бело-голубого Аргентинского моря Наса Индепендиенты. 14-й Хавьер Маскирано, Хавьер Чайна Форчун. 16-й Маркус Роха, Манчестер Юнайт. Возглавляет бригаду, помогают ему Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. 4-й Эвертон, Англия. 11-й Альфред Пенбогасон, Аугсбург, Германия. 14-й Карри Арнесен, Абердин, Шаттлазия, Италия. Главный тренер Хеймер Хальгримсон у сборной Исландии. Вот на этом вновь поход за Кубком Мира начинает Лео Месси. Остановит Лео Кумира. Мы узнаем с вами вместе сборной Исландии. Слизней линией Маскирано будет управлять игрой. Сейчас его прекрасная диагональ дошла до цели. Кстати, Хавьер Маскирано сегодня проводит рекордный 144-й матч за сборную. И вот сейчас там повреждения Арнессен и Тальяфико вместе на газоне. Жестко пошли встык, но в итоге нарушал, по-моему, правило все-таки исландский футболист. Да, мы видим, что он наступил, а потом ему еще на ногу наступил Тальяфико. Обоюдный фол. Месси, подача, можно пробить, рикошет и первый раз мяч летел. Вновь Сальве очень хорошо играет в отборе. Пока аргентинцы быстрых атак не проводили. Исландцы сразу вступают в отбор и вот так даже, может быть, за счет холла не позволяют переходить на свою половину. Пока в сборной Исландии атакуют достаточно активно. Сейчас у них была попытка позиционной атаки. Только двух центральных защитников они оставили за лининчат. Может быть, немного иная, потому что лучше стартует. Подача Месси низкая. Летит мяч в сторону ворот. И это уже было гораздо опаснее, чем в прошлый раз. Николас Тальяфико, защитник амстердамского Аякса. Вот у сборной Аргентины. И крайние защитники тоже хорошо играют головой. Да, вот мы видим подачу. И Тальяфико пытался подрезать мяч в зону дальней штанги. Сложный координационный был момент. Могло показаться. Неудобно для защитника. Собрав вперед, ускоряется Альфред Финбогасон. Бороться надо здесь до конца. И ударом завершают исландцы эту атаку. Аплодирует Финбогасон за передачу. Скорость. Скорость. Это тоже прекрасный козырь. Да, действительно, мы видим. Вот длинная передача идет из глубины. И пытался пробить в ближний верхний угол. Но Кабалера контролирует. Пропрягают собственные защитники. Не будет сразу удара. Исландцы перехватывают мяч. Ликошет. Биарна Сан не попадает в ближний угол. Могла сейчас Исландия открывать счет в этом матче. Очень повезло сборной Аргентины. Потрясающая атака. Мы видим опять, что запрессинговали вратаря и полевых игроков. Игроки сборной Исландии. Идет перехват. Тут же передача в центральную. Исландия. Полузащитник Эвертона. Все стандарты он выполняет в составе исландской сборной. Дальний удар. Не очень точно. Николас Атаменди решил проверить, как он себя чувствует. Ханес Хальдерсон. Не снимает ли он очередной рекламный ролик. В этом Хальдерсон очень хорош. И больше можно, наверное, сказать, что эта работа для него такая же основная, как и работа. Хальдерсон против него. Месси убирает под левую. Можно бить. Удар. Отражает мяч кулаками. За ПСВ. Дальний удар. Или это пас на Агуэра. Получился Серкио. Гол. Куно Агуэру. 1-0. Аргентина выходит вперед. Первый раз позволили получить мяч Куно Агуэра в штрафной. И он тут же забил. Да, только игроки сборной Аргентины могут удар превратить в передачу. И как Агуэра обработал этот, безусловно, удар, который наносил Талия Фика, остается только поражаться. Но а штрафной площадь. Вот мы видим повтор этого момента. Идет, безусловно, удар поворотом. Это был Маркус Роха. Обработка мяча Серкио Агуэра. И великолепный удар в ближний и верхний угол левой ногой. Да. Причем то, как обработал Агуэра, выглядит совершенно невероятно. Мяч летел очень сильно. А он как будто приклеил его к ноге. Тут же сбросил под левую и не отразил. Один Криштиану Роналду. По сути, мы видели это вчера. То здесь совсем иначе. Ситуация разворачивается. На месте тоже захочется. Стрел получается. Но здесь тоже надо было уже кому-нибудь мяч довести. И еще один удар. Вторым темпом мы видим, что положения вне игры не было в этом эпизоде. И с отскоков Финбогасон доказывает, что он нападающий мирового уровня и четко чувствует отскоки. И находится там, где надо в каждом из эпизодов. Да, не согласны исландцы со мной, но не согласны. А даже прибавило в этом уровне. Видели мы тренера, исландцев Хеймера Хальгримсона. Человек, который до 2016 года постоянно работал в качестве стоматолога. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно. Он живет на острове с населением в 4000 человек. И там является одним из двух стоматологов. Ну, а здесь, возможно, какой-то другой врач потребуется. Лучших вариантов футбола на этом чемпионате показывают. Скидка. Удар. Неплохо. Чуть-чуть выше получилось. Проверил Лукас Биглия. Свой удар. Он не очень часто забивает, конечно, почаще, чем Маскирана. Но тоже бомбардиром его не назовешь. Вот мы видим повтор. И Биглия наносит завершающий удар. Пожалуй, первый раз так ярко отметился он в этой игре. И опять же, пытаются сборной ловаться очень активно в свободные зоны. Месси получает ответ на передачу. Он штрафной. Попытка прострела или удара. Опять не важно что. Важно, что угловой. У сборной Аргентины вновь появляется. Сборная Исландии гнется, но не ломается. Но угловые-то исландцы вообще легко соглашаются. Они видят. Меса. Не поняли друг друга немножко. Прострел на ближнюю штангу. Падение. Ничего там не было. Угловой. Угловой. Ну, пенальти это, конечно, слишком наивное требование от Лукаса Бигли в данном случае. Смотрим повторы этого эпизода. Лукас Бигли пытается быть первым на мяче. Да. Попытался заваливаться еще до контакта с мячом. Хотя был первый на мяче. И можно было попробовать, может быть, более эффективно этот эпизод отработать. Но вот здесь Меса просил Буки. Сальвио. Ярнасанг пытался выбить и остался на газоне. Сальвио штрафной. И рука. Рука была там у Рагнера Сигурдсена. Но Шимон Марчинек считает, что это не повод ли пинать. И я, если честно, с ним согласен. Очень важные судейские рекомендации в данном случае. Это в каком положении находится рука. В естественном или не в естественном положении. Безусловно, здесь рука сейчас была... Слонирована оборонно-сборная. Еще раз смотрим момент. Идет подкат Сигурдсена. Я соглашусь. Матч менты и сборной Исландии выглядели крайне солидно и интересно. Поэтому ни в коем случае не переключайтесь. Смотрите нас на первом. Очень четко мяч останавливает. Скидка. Гилфи Сигурдсен штрафной. И удар в дальний угол. Не будет добивания, потому что Магнусом... Делает такое, после которого все говорят, что это лидер сборной. Исландия в штрафной. Гилфи Сигурдсен. Ложился мяч очень здорово на подъем. Но все-таки в створ ворот попасть не удалось. Одна минута добавлена к первому тайму. А хочется, чтобы он не заканчивался. И Фрэнк Фитт Богасон забивали. Ждем второго тайма. Прямо сейчас в эфире первого канала шоу «Твоя игра». И вот они выходят. Я не думаю, что Хорхес Сэмпаоли очень сильно доволен тем, как все выглядит. В заявке сборной Аргентины тоже игрок группы Атаки. Но пока, судя по всему, заменцы. Вышла на поле уже сборная Аргентины. Исландцы появляются. Пока же этой победы нет. Пока ничья. На бровке Мелос Атаменди справа Эдуардо Сальвио. Слева Николас Тельяфико. В опорной зоне Хавьер Маскирано и Лукас Бигри. В один брусок. И в принципе то, что удалось забить Аргентине, это большое счастье. Все подачи заканчиваются примерно вот так. Потому что выиграть борьбу в воздухе можно. Но пробить без сопротивления нельзя совсем. И мячи летят выше ворот. Или пробить не очень удобной зоны, как сейчас Атаменди бил не из очень удобной зоны. Но судя по тому, что Хорхес Санпаоли не внес никаких изменений. Сланцы забирают мяч возле червей штрафной. И сохраняют его. Они уже там возле ворот. Прострел бросается под мяч. Страхуя партнеров, по-моему, Маркус Роха. Вот еще раз смотрим повторы этого эпизода. Сигурдсен с мячом пытается обыграть в лицевую линию. Дальше нанести прострел, но Николас Атамен не докрывает. Мяч Хальфрадсан еще раз будет грузить на дальнюю штангу. Скидка. Нет удара. Нет удара. Но нет. Смотрим еще раз повтор. Здесь тоже мяч попал, безусловно, в руку. И центральной зоны. Но я уверен, что следующая замена будет именно во фланг и именно Дебала. И опять накрывает игроков сборной Аргентины. Проблема какая-то у Йохана Гудмансена. Собственно, поэтому... Я так думаю, они, может быть, даже этого и не заметили. Месси. Подача. Толчок в спину. И это пенальти. Шимон Марчинек назначает 11-метровый. Ну, как-то так все буднично, да? Вроде далеко был от мяча. Футболист сборной Аргентины. Но толчок-то явно совершенно имел место. Я говорил, что вот эти открывания в спину мог быть очень опасны. И действительно, здесь Магнус смотрел на мяч и не увидел открывающегося. И сейв! Что творит из Лонгии? Хальдерс! Здесь надо было... Вот мы видим повтор 11-метрового удара. И действительно, блестящая реакция Ханнеса Хальдерсона. Ну, надо отметить, что Леонель пробил не так далеко от вратаря и на самой удобной высоте. Да, возможно. Все-таки мяч был достаточно далеко установлен. И Месси бил с короткой...